Вы столкнетесь с этим моментом, потому что одним из участков в бухгалтерии является ведение учета по основным средствам. Почему это важно? Потому что это имущество организации. И то, как вы будете с этим справляться правильно, вести учет, естественно, зависит дальнейшее имущество вашей организации. Целью нашего сегодняшнего занятия будет закрепление против, чтобы вы могли различать понятия амортизация и остаточная средств. Давайте сейчас. Трикан, инструменты, скот, племенной скот, и многоналедные наслаждения и прочие фонды. Так, ребята, смотрите, основными средствами данного учреждения являются компьютерная техника, мебель и так далее. Если это организация, например, здравоохранение, да, в медицине, возьмем в больнице, да, естественно, основными средствами организации будут это инструменты по лечению, да, не инструменты, а... ...правильно. Что такое инвентарный номер? Это номер, который прислали с инвентарного клетка. Молодец, вы можете наставать, давайте будем с места отмечать. Сидите. Случайно. Случайно. Служайно, да, последующий номер, прислали... ...всех деталей. ...всех деталей. ...всех деталей. Все, да. Девушки, мальчики, знаете, как я запоминала, мне было так удобнее. Ну, я, логически. Капитальный ремонт в вашей квартире, в вашем доме. Это когда вы делаете полностью ремонт всего. И частичный ремонт, это когда вы чуть-чуть поменяли обои, где-то подкрасили, где-то подбили. Вот логически просто, если как провести какую-то параллель, примерно, вот так и получается. Запоминайте, пожалуйста. Дальше. Что такое срок полезного использования? Срок полезного использования. Это какой срок? Это период использования объекта, а самостоятельства, но приносить такой, организации. Срок, другими словами, более конкретно. Тут сзан, говорится сзан. Данил? Срок, время, которое мы можем использовать основные средства без потери. Правильно. То есть тот промежуток времени, когда основное средство должно находиться в эксплуатации. То есть, когда уже инвентарный объект, вернее, мы его уже не можем использовать. Срок полезного использования вышел. Нового средства. В программе? 1С. В программе 1С. Также по документу, как документ называется? Акт о списании. Акт о списании основного средства. Правильно. И последний вопрос я вам задам на сегодня. Амортизация основных средств. Это что? Прокажение стоимости. Я сделала вывод, что эту тему по вашим ответам вы очень хорошо усвоили. Вы понимаете, о чем идет речь. Сейчас мы ваши теоретические знания закрепим практически. То есть, решением задачи. Мы сейчас с вами вычислим амортизацию и остаточную стоимость. И тем самым наглядно увидим, как происходит уменьшение. Так как у нас срок полезного использования в годах. Нам надо перевести в месяцы. 20 лет умножить на 20 лет. Правильно. Потому что амортизация девочки и мальчики начисляется ежемесячно. Поэтому мы переводим в месяцы. Так, синюю... Синий мио видно? Мы можем поменять на белый. На белый мио видно, да? Хорошо. 240 месяцев. Правильно. Достаньте вот тут. Вы можете доставить свои калькуляторы и воспользоваться ими. Стоимость 62 тысяч в счет доделить на 240 месяцев. 240 месяцев. Мы здесь четче сделаем умножение, чтобы мы видели, что это умножение. Так, давай. 62 500. Мы делим. Насколько? 240 месяцев. Правильно. Так, девочки и мальчики. Вот это получается. 240. Это амортизация в месяц. У кого-то просто телефон-калькулятор округляет сразу. Делать 41. У кого-то 42. В принципе, это не ошибка. Давай сделаем... 100... Подожди. Теперь NB. 108. Откуда ты взял эту цифру? Мне скажи, пожалуйста. Да, осталось. Смотри. Девочки и мальчики. Мы приобрели эту гармошку. 1 декабря 2009 года. Нам нужно посчитать, сколько месяцев это на... 108 месяцев. Это вот смотрите, в 9 году, часть 19 год, мы считаем на 1 декабря. И мы амортизацию тоже дали. Поэтому сколько это будет в месяцах в калькуляторах своих? Считайте, пожалуйста. Что? 120. Если включительно. До 1 декабря сегодняшнего года. Так. В годах на 9 лет. 9 лет. 9 умножить на 12. 108. Пиши. 8 месяцев ты умножаешь на 260. 41. Это наша амортизация. Аккуратнее пиши на доске. Размашисто. Эконом места нам не хватит. Так, Амирби. Это у нас получится... Ребята, посчитайте, пожалуйста, актем. 10... 8124. 108 месяцев. 28124,28. Пишешь амортизация. Это амортизация на 1 декабря. Это амортизация на 1 декабря 2019 года. Амирби. Это амортизация на 1 декабря 2019 года. Равно... Вы умею посчитать? Не, я писаю. Нет, давай. Ребята, кто вычислил? 375. 11. 13. Там 34, 375, 72. 34, 375, 72. У кого такой ответ? У меня такой. Нет. 375. Молодец, Амирби. Молодец. Шерфер. Молодец. Ты меня сегодня радуешь. Ребята, такие задачи мы уже с вами решаем. Сегодня мы подкрепили с вами теоретическую часть. Закрепили ее практической, то есть задачей. Но я бы хотела посмотреть на то, как вы будете работать еще и самостоятельно. Поэтому сейчас у вас на столах вы увидите перечень основных средств детской школы искусств номер 1 города Танчика. И за вас выбрать. И за вас выбрать. Да, да, да. Посидите. Что, что, что? 6 чисел. Ты можешь адвентарный номер придумать сам. Да, сделай 6 чисел, если ты хочешь. Сколько? Да. Салон. Укажи, что мы салон. И на. Салон. Только один. Только один. Мама. Мама. А здесь рука не пошла. Где он? Да. Мама, уйди. Да, не забывай. Чего? Я ушел по-моему разу. А я что делаю? Она не понимает. А я что сделаю? Ну, по первой воде, как я делаю, да? Да. Да, да, да. Нет, это лично. Слышите. 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 Ты должен кидаться. Это неправильно. Нет, это лично. 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 Слышите. Слышите. Нет. Нет. Поэтому сегодня я выставлю небольшое количество оценок нескольких ребятам, которые отвечали на вопросы и решали у доски задачу. А остальным, после того, как я проверю ваши самостоятельные работы, я обязательно их тоже проставлю в журнал. Так, сегодня оценочек 5. Амельби, молодец, я сегодня очень тобой довольна. За работу у доски получает 5. И Катя, за ответ я тоже тебе ставлю 5. Ребята, я бы хотела задать вам вопрос. Что нового вы узнали в ходе этого занятия? Как вычислять амортизацию? Как вычислять амортизацию? Кто еще как думает? Остаточные стоимости. Что такое остаточная стоимость? Да, Алина? Да, Алина? Молодец. Что? Как проводить списание? Как проводить списание, вида основных средств, да, Алина? Да. Молодец. Скажите мне, пожалуйста, мне просто очень интересно, нравится ли вам работать с бухгалтерскими документами? Например, акты, перечень по списанию. Это же... А какой предмет вы сегодня, школьный предмет вспомнили на уроке? Общество знаний. Общество знаний. Алина? Почему? Потому что там антизация в статусе. Ну, очень интересно, девочки. Вы как считаете, вы с вами работаете? Мы сегодня, естественно, вспоминали свою математику. Ребята, некоторым из вас, вы подготовите это дома и на следующий урок принесете мне уже готовые варианты с ответами. Подпишите, пожалуйста, здесь все вы увидите. Подпишите. Хорошо. Так, это какая-то младшая встреча. Да. Так как сегодня их мало, карточки получат все. Да, очень хорошо. Потому что на следующем уроке про анализируем, как правильно вы это выполнили, мы с вами разберем, у кого были какие недочеты, ошибки, что вам было понятно, а что было непонятно. Хорошо? Да. И если с кем-то буду не согласна, мы тоже с вами на эту тему побеседуем. В зачетах есть и факты. Да. И еще, девочки и мальчики, я бы хотела, чтобы вы по вашим практическим занятиям. Понятно? Я буду их хранить у себя, вам не носить не надо, это будет совсем вам не сложно. Договорились? Да. Все. Собирайтесь тогда. Вам интересно, что у вас прекрасный преподаватель, тем более она очень грамотная, старается вам донести всю информацию, чтобы вам было интересно. Мне очень понравилось, что практическая работа велась. Молодой человек, с предочным студентом. А, Аминьки Горгос. Аминьки Горгос. Аминьки Горгос. Аминьки Горгос. Очень хорошо писал. Потом мне очень интересно, я сама даже не дотукала, как говорится. Вот. Я думала, что это связь с математикой, а он-то подсказал, а еще и общество знаний, потому что там тоже есть разделы и коммуника. Поэтому молодец. Вот. Мне очень понравилось, что Аминьки Горгос постоянно с вами поддерживает контакт, и вы иди придете с ней на контакт. Это очень хорошо, это много значит. Вот. Она требует с вас показать, вы показали очень хорошее знание. Это просто великолепно. И я иногда, когда у вас проходят уроки в метод-кабинете, я слышу то, что там при объяснении, как она с вами рассказывает, как объясняет. Все очень хорошо, доступно. Все. И в форме зачета вы будете сдавать. То есть то, что вы прошли, и вот по другим предметам, вот у меня будут уроки потом по русскому языку. Прошли тему, объяснили, так сказали. Чтобы преподатель всегда был уверен, что что-то осталось в голове у студента. Вот. Да, это очень хорошо. Спасибо. Всего вам хорошего. Активно отвечали на уроки, мне очень понравилось. Единственное, что мы запланировали, что они сами должны тему нам сказать. Цель. Они немножко, ну, запутались. Ну, ничего. Основной. Променели просто на камеру просто работали. А, да, да. Показала, ой, какой я умный. А что он прокомментировал? Это видно, что он умный, что он понимает, что он делает. Хотя, правда, они ему тяжело добавят. Да. Значит, дошло очень хорошо. Очень мне понравилось, очень. Молодцы. Ну, а сейчас я очень довольна, ребята. Спасибо вам огромное. Да, большое спасибо. Мне очень было интересно. Они вообще, я их люблю, они хорошие. Хорошая группа, да. Очень хорошая. Так, тут у меня столько секс-символов. У меня столько секс-символов у меня. Testament by Dre Broly-Farck Reddit. olive-råбия Таилляя Таилля Таилля